Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Рада видеть вас на своем канале. Спасибо вам всем за теплые словоподдержки. А мы, как всегда, с вами отправимся в один из магазинок Second Hand и посмотрим, что же интересного мне удалось найти. Смотрите это видео до конца. В конце будут итоги розыгрыша шелкового платья и юбки. Итак, первая моя находка. Это жакет от известного британского бренда Whistles. Жакет выполнен из стопроцентного шелка, а подкладка, что особенно приятно, из купра. Сделан жакет в Италии. У жакета, кроме прекрасного состава, мне очень понравился цвет. Разбеленный нежный цвет лаванды. Жакет 46 размера. И оценили его примерно в 9,5 долларов. Еще мне понравилась вот такая интересная, судя по всему, винтажная рубашка из очень плотного тайского шелка. Рубашка объемная, размер не помню, думаю, минимум 50. Очень интересные узоры в таком этно-стиле. И еще мне понравился нежный, такой отблеск у этой рубашки, деликатный, не очень активный. К сожалению, в этом секонд-хенде нет никаких корзин, поэтому мне не захотелось эти вещи все носить в руках. Я думала, что потом к ним вернусь. Но, к сожалению, не вернулась, и вы узнаете почему. Еще мне понравилась вот такая вещица. В ее составе 50% вискозы, 50% шелка, а подкладка в основном выполнена из вискозы. Это свободная блуза, сделана она в Италии, и оценили ее очень дешево, примерно в 3,5 доллара, хотя никаких дефектов на ней не было. Один из трендов последнего сезона это прозрачность, и меня привлекла вот такая блуза прозрачная, красивого розового оттенка от Zara. Блуза в размере М, ее стоимость в тот день примерно 3 доллара. Если бы она была из натурального шелка, я бы не задумываясь такую забрала. Понравилась еще вот такая блуза, в ее составе 70% вискозы, 30% шелка. Подкладка также выполнена из вискозы. Красивый серо-голубой оттенок, а на нем нежные, не очень большие горошки. Стоимость этой блузы чуть больше 4 долларов, очень нежные цветы на подоле и внизу на рукавах. Еще понравилась вот такая футболка из 100% шелка молочного цвета. Название бренда мне не знакомо, но футболка была прекрасного качества, и оценили ее также чуть больше 4 долларов. Вот сейчас смотрю и думаю, почему я столько классных вещей оставила. Вот эту футболку 100% сейчас забрала, но к сожалению, в тот раз мне отвлекли другие находки. Понравилась еще вот такая блуза, она также из 100% шелка, а подкладка, что очень приятно, измодала с небольшим добавлением эластана. И оценили ее, опять же, около 4 долларов. Но такие приятные цены в этом магазине. Надо как-то почаще туда заходить, у меня очень редко получается. В этом магазине есть отдельная стоечка, где вещи уже представлены со скидкой. И меня заинтересовала вот такая рубашка, в составе которой 55% крапивы. Остальное хлопок. Рубашка в размере L. Я бы такую с удовольствием забрала, даже знаю для кого, но к сожалению, она уже была такая слегка выстиранная. И это скорее всего куртка-рубашка, потому что у нее была подкладка такая добротная, стеганая. Но к сожалению, она из полиэстера. В общем, эти два фактора, выстиранный цвет и полиэстерная подкладка, оттолкнули меня от покупки этой рубашки. На стойке со скидками было несколько подобных рубашек. Например, вот такая хлопковая. Сделана она в Тайване, тоже размер L, но у нее также полиэстерная подкладка. А вот еще одна куртка-рубашка с тоже прекрасным составом в размере XL. В составе верхней части 55% рами, это крапива, и 45% хлопка. Ну вот подкладка опять, полиэстер и хлопок, но уже хотя бы так. Это куртка-рубашка с капюшоном, мужская, большого размера. Несмотря на то, что магазин довольно большой, но как-то извещение, меня больше ничего в тот раз не заинтересовало. А мы переходим к самому интересному. В тот раз мне понравилось очень много классных сумочек. Например, вот такая. Написано, что это ручная работа из Шотландии. Сумка выполнена из хлопка с покрытием. Ручки и отделка у нее из плотной халвы. Мне понравились вот эти яркие яблоки на темном фоне. По состоянию дна и внутренней части видно, что она абсолютно новая. И оценили ее чуть больше 7 долларов. Вы только посмотрите на эту красоту. Мне попалась большая дорожная сумка от бренда Ralph Lauren. Сумка из натуральной, плотной кожи, но просто в идеальном состоянии. Фурнитура смотрится очень дорого, статусно и богато. Нет никаких сомнений, что сумка оригинальная. Посмотрите на эту бирку, которая в специальном чехле с логотипом. Вся фурнитура брендирована. Она качественная, довольно тяжелая, металлическая. На дне были небольшие примятости, но в целом она в очень хорошем состоянии. Никаких затертостей, никаких дефектов на ней не было. Был металлический логотип с гравировкой, что это Ralph Lauren. Сбоку внутри была бирка с указанием того, что это натуральная кожа и другой информацией о бренде. И оценили эту сумку, конечно, по достоинству, почти в 39 долларов. Как же она мне понравилась. Но у меня в тот раз не было таких денег с собой. И я, с сожалению, ее оставила. Ой, вы не поверите, нашлись еще ценители. Я думала вернуться за этой сумочкой попозже, хотя хоть какая-нибудь скидка на нее будет. Но уже вслед за мной, когда я стояла на кассу, девочка эту сумку забрала. Я слышала, как она с восторгом отзывалась о том, а вы знаете, сколько стоят такие сумки? Я так про себя думаю, я-то знаю. Так вот, подобные дорожные сумки в интернет-магазине продаются за 4 тысячи долларов. Очень жаль, что упустила такую находку. Но что поделать. Понравилась еще вот такая кожаная сумочка от бренда Osprey. Сумка из плотной зернистой кожи. Кожа также была в идеальном состоянии, без дефектов. Дно и ручки в идеальном состоянии. Внутри также было указание логотипа бренда. Очень яркая хлопковая подкладка. Была еще кожаная кисточка. Оценили эту сумочку примерно в 29 долларов. И еще одна просто шикарная находка. Наконец-то мне попалась сумка в хорошем состоянии от Fossil. Сумка из натуральной плотной зернистой кожи. Это несомненно оригинал. Все бирки на месте. Вся фурнитура брендирована. Цена этой сумочки 24,5 доллара. Она была в прекрасном состоянии. Единственное, были пятна небольшие на подкладке. Но я подумала, что их не видно. Это довольно вместительная сумка Toad. Внутри у нее несколько накладных карманов. И еще плюс два небольших кармашка снаружи. Очень прочные ручки. Но без дефектов. Я очень рада этой находке. На дне и с одной стороны сумки были пятна. Но салфеткой они полностью вытерлись. И только поэтому, я думаю, эта сумочка дождалась меня. У сумки очень красивый. Такой бежевый, базовый, светлый оттенок. Я думаю, такую сумку можно носить не только летом, но и в холодное время года. Показываю вам ее на себе, чтобы вы примерно представляли масштабы. Вот она достаточно свободная, объемная. Я очень сомневалась, какую же из двух сумочек взять. Ральф Лорен или эту. И как вы поняли, я взяла эту. На эту мне хватало на две. Не хватило бы, к сожалению, денег. В тот день как-то было очень много достойных сумочек. Захотелось вам показать еще вот такую. Это сумка от бренда Donna Karen New York. Ее также оценили недешево. Чуть больше 38 долларов. Сумка была в абсолютно новом состоянии. Она также довольно большая и вместительная. У сумки очень интересная расцветка. В такой графичной бело-черной гамме. Что особенно понравилось, это сохранность больших ручек. Они часто отсутствуют в сумках из секонд-хенда. По состоянию дна, по состоянию ручек и внутренней части, видно, что эта сумка абсолютно новая. Понравилась еще вот такая небольшая бархатная сумочка от Mark & Spencer. Оценили ее чуть больше 7 долларов. Сумочка красивого такого сиреневого глубокого оттенка. Она была абсолютно новая. Сумка украшена бантом. По состоянию видно, что она новая. Но мне такая не нужна, поэтому я ее оставила. Еще одна сумочка привлекла мое внимание. На логотипе какая-то птичка. Мне почему-то она напомнила пингвинов. Но возможно это не так. Название бренда сейчас не могу вспомнить. Но если вы такое знаете, напишите в комментариях. Понравилось сочетание яркой канвы и кожи. Но, к сожалению, уже ручки были в плохом состоянии. Поэтому эту сумочку не брала. И еще одну интересную малышку мне захотелось вам показать. Это также абсолютно новая сумочка. Это видно по состоянию покладки. Очень красивая фурнитура металлическая. Дорогая в бронзовом оттенке. Внутри карабинчик, наверное, для того, чтобы пристегивать, ну, наверное, или косметичку, или, скорее всего, ключи. Очень качественная фурнитура от бренда ИК. Которые не могут тебе позволить дешевые масс-маркет бренды. Оценили эту сумочку чуть больше 15 долларов. И посмотрите только, что же эта сумочка напоминает. Мне она по своей стежке, по своей форме, очень напомнила одну из моделей сумочек от Шанель. Вот у них точно такая же цепочка. И на срезе видно, что это натуральная, плотная, зернистая кожа. Если не забуду, то позже вам прикреплю картинку, где сфотографированы те сумки от Шанель, которые я имею в виду. Сумка, в общем, была в прекрасном состоянии. Следы носки единственные заметны вот на этой застежке, которая задвигалась на металлической части. И сзади на логотипе бренда. В основном сумка в идеальном состоянии. И кому эта сумочка нравится, пишите мне на Viber. А далее мы переместимся с вами в магазин Мода Макс. Это Second Hand, где вещи продаются на вес. И первая моя находка, это вот такой топ. В его составе 95% шелка, 5 эластана, а отделка кружева из нейлона. Это топ от известного английского бренда Карен Милин, 48-го размера. Очень красивый, разбеленный, мятный оттенок. Богатая, насыщенная вышивка. Сзади топ просто лаконичный, без всяких украшательств. Очень понравилось качество этого шелка. Он такой плотный, атласный. Показываю вам его в примерке. У топа тонкие черные бретели. Вот эта вышивка на груди мне напоминает крылья какой-то бабочки нежной. Этот топ мне очень понравился. Я не смогла его оставить в магазине. Кому он нравится, пишите мне на Viber. И еще одну интересную блузу, или даже топ, мне захотелось вам показать. Сделана она в Италии. В составе 70% шелка, 30% вискозы. То есть верхняя часть это шелковая, а подкладка сделана из вискозы. Очень красивый розовый цвет, а на нем довольно крупные акцентные горохи. Шелк довольно плотный, но при этом слегка прозрачный. Это такой качественный шелк, на котором практически не остаются затяжки. Название бренда не незнакомо. На бирке указан размер S. Показываю вам этот топ в примерке. Вот эти передние шелковые части можно по-разному драпировать. Топ достаточно свободный и объемный. Мне кажется, он лучше подойдет на M. Или даже возможно на размер L небольшой. Он свободный, воздушный, невесомый. Вискоза, тактильный, очень приятная к телу. Это не полиэстровая вам подкладка. Ну а качество шелка просто великолепное. И кому этот топ понравился, также пишите мне на Viber. Следующая интересная находка, это юбка бархатная. В составе ее 97% хлопка. Юбка от бренда BODEN 42 размера. Мне очень понравилось сочетание вот этого разбеленного фиолетового оттенка и яркой подкладки цвета Guacamole. Очень качественная, опять же, фурнитура от ИК. Юбка классическая, карандаш. Сзади есть шлица. Показываю вам ее в примерке. Несмотря на то, что это мой 42 размер, но как-то она села на меня не очень. В талии была великовата, а в бедрах как-то узковато. Себя чувствовала некомфортно. В общем, эту юбочку я оставила в магазине. Понравился мне еще вот такой сарафан. В его составе 70% хлопка, 30% шелка. И подкладка также сделана из шелка. Очень красивый молочный оттенок, а на нем узоры графичные, черные. Но, к сожалению, несмотря на такой прекрасный состав, сарафан был усыпан какими-то глубокими застарелыми пятнами. Показываю вам его в примерке. Если бы он сел хорошо, я бы, может быть, взяла бы, его попробовала побороться с этими пятнами. Но сел он как-то не очень. Мне кажется, тут я похожа на бабу на чайник. Очень свободный и объемный какой-то. Поэтому этот сарафанчик я не брала. Сейчас очень актуальный корсет. И мне попался вот такой с прекрасным составом. 60% ацетата. Это искусственный шелк. А остальное синтетические ткани. Красивый бежевый оттенок. Украшен кружевом. И размер мой SM. Поэтому решила его примерить. Совсем забыла. Это не корсет, а такое даже корсетное платье с небольшим вырезом. Ну, как-то оно село вообще в обтяжку. То есть, дышать возможно, но не очень. И кружево вот это на груди было растянуто. В общем, мне не понравилось, как оно село. Поэтому не взяла такое платье. Люблю платье в рустикальном стиле с вышивкой. А в этом платье сочеталась не только красивая вышивка, но и джинса. Очень светлая. Мне понравилось такое сочетание. Поэтому решила примерить. Еще понравились широкие, довольно свободные рукава с необычным кроем. Название бренда отсутствовало. Возможно, это какой-то индивидуальный пошив. Это платье или даже тоника достаточно свободное, объемное. Вот насколько понравилась вышивка, насколько качество исполнения не очень. Вот эти вот белые контрастные полосочки, они внизу уже обтрепались. Были из дешевой ткани такой и торчали нитки. В общем, перешивать все платье из-за этого мне не хотелось. Поэтому оставила его также в магазине. Понравились еще вот такие широкие, объемные брюки от Mark & Spencer 100% льна. Камера как-то не точно передает цвет. Они были темно-синего, глубокого оттенка. По форме они чем-то мне напомнили джинсы. Единственное, сверху они были на кулиске. Показываю вам их в примерке. Они достаточно свободные, объемные. Состояние просто новое. На лето, на свои размеры, я думаю, был бы прекрасный вариант. Размер у них, я думаю, примерно 48. Но единственное, смутила, что они очень короткие. Даже на мой невысокий рост видно, что не хватает длины. Поэтому их оставила. Еще мне очень повезло найти вот такой пеньюар из 100% шелка. Очень красивый, нежный, бежевый, базовый оттенок. Шикарное кружево. А пуговички выполнены из перламутра. Бирки с размером не было. Я думаю, это one size, примерно до 48 размера подойдет. Показываю вам его в примерке. Но насколько он нежный и воздушный. Насколько красивая вышивка. И, конечно же, эта вещица я забрала. Следующая также шелковая блуза 42 размера. Шелк здесь тонкий, полупрозрачный, слегка сжатой фактуры. Интересное сочетание цветов, разбеленного лимонного и лаванды. Есть нежная вышивка на груди. Показываю вам эту блузу в примерке. Но она, конечно, слишком прозрачная. Такая прямо для смелых девушек. Я, наверное, такую без нижнего слоя не смогла бы носить. Поэтому оставила и в магазине. Понравилось еще вот такое платьице. В составе 60 вискоза. Остальной нейлон. Отделка шелковая. А подкладка из ацетата. Платье от люксового бренда 44 размера. Это платье в бельвом стиле на бретелях. Интересного и сложного оттенка. Ну, что-то среднее между коралловым и каким-то кирпичным. Показываю вам его в примерке. В принципе, платье идет на свой размер. Интересно подчеркивает грудь. Мне понравилась его длина хорошая. Но, к сожалению, кружеву я как-то равнодушна и даже скорее не люблю его. Поэтому оставила в магазине. И еще одна интересная находка. Это платье 100% шелка. Подкладка у него из ацетата. А отделка также шелковая. Платье 16 размера от бренда Monsoon. Камера не совсем точно передает этот глубокий темно-синий оттенок. Понравились очень интересные пуговички. Я сначала думала, что их там не хватает. Но они так пришиты попарно. Вот две. Пропуск, две и пропуск. Так что они все там были на месте. Хорошая длина. И очень понравилось качество этого шелка. Он плотный и атласный. Показываю вам его в примерке. У платья такая интересная отделка. Мелкие валанчики на рукавах и на груди. Я думаю, платье было в новом состоянии. Потому что некоторые пуговички так застегивались. Как будто до этого дырочками и не пользовались никогда. Но единственное был такой нюанс. Потом на свету его рассматривала. В некоторых местах слишком свободны нитки. Вот внизу на подоле. Но даже несмотря на этот нюанс, это платьице я забрала. Потому что качество шелка невероятное. И очень редко в последнее время встречается шелковое платье с хорошей подкладкой. Следующая находка также выполнена из шелка. Это платье от Брандезара в размере М. Шелк здесь также глянцевый. Но уже качество конечно же хуже. Тут уже нитки конкретно расходятся. Я вам позже покажу. Несмотря на то, что у платья лаконичный крой. Привлекает оно внимание своей яркой и насыщенной расцветкой. Это платье прямого кроя. С довольно широкими рубашечными рукавами. Сзади застегивается на молнию. Показываю вам это в платье в примерке. Мне понравилось то, что у платья нет подкладки. И шелк тактильно очень приятен к телу. Но как уже сказала, позже на свету возле окна рассматривала его. И нашла уже там конкретные дырки на рукавах. Поэтому оставила его в магазине. Понравилось еще вот такое платье. В хлопковое от известного и довольно дорогого бренда Дизель. Внутри петельчатый футер. На черном фоне довольно сложная вышивка машинная. На камеру кажется, что цвет застиранный. Но на самом деле это не так. Сбоку на рукавах был необработанный край. Такой элемент деконструкции. И внизу также необработанный край. Показываю вам его в примерке. Размер, я думаю, примерно 46. Потому что на меня слишком свободное. Ну, платье приятное к телу. Но что-то я не поняла. Как его носить? Думаю, летом в таком довольно плотном хлопке будет жарко. А зимой? Ну, не знаю. В общем, не легло на меня это платье. Как-то не запало оно мне в душу. Поэтому оставила его в магазине. Тем более, размер не мой. Еще одно интересное платье. От премиального бренда Егер. В размере S. Еще понравился его состав. 67% лиоцела. Остальное хлопок. Красивый графитовый фон. А на нем асимметричные горошки. Очень интересно расположенные. Платье трикотажное. Абсолютно простое и лаконичное. Очень приятное к телу. Показываю вам его в примерке. Шикарная длина за колено. Шикарное качество ткани. И лаконичность кроя меня подкупили. И это платьице я забрала. А следующее платье привлекло меня тем, что оно сделано в Беларуси. Первый раз встречаю белорусская одежда в секонд-хенде. Платье выполнено из натуральной ткани и из вискозы. Платье от бренда Ричард 44 размера. Привлекла меня также актуальная расцветка в горох. На темно-синем фоне белые акцентные горошины. Платье отрезное по талии в длине миди. Показываю вам его в примерке. Вы будете смеяться, но наделая его задом наперед. Потому что застежка на пуговицах сзади. Но сзади я бы сама себе не застегнула. И если честно вам скажу, я его забрала и ношу именно так, задом наперед. Потому что одной нереально застегнуть все эти пуговички у себя на спине. Платье было в прекрасном состоянии. Единственное были шлевки под пояс, но самого пояса не было. Но несмотря на это, я его с удовольствием забрала. В тот день мне понравился еще вот такой довольно широкий палантин. С нежной вышивкой, персикового оттенка. Бирки составом не было, но это такой сжатый шелк муслиновый. Я его встречала уже неоднократно. Палантин просто огромный. Мне даже не хватило примерочной, чтобы целиком его развесить. Там был один нюанс. Но даже несмотря на него, я забрала его. Такие находки очень редко встречаются в последнее время. Понравилось еще вот такое платье за 16 размера. Меня привлек этот нежный голубой оттенок и красивые белые цветы на нем. Платье сделано из вискоза. Это платье-рубашка. Абсолютно базовое, пластое, лаконичное. Но привлекает внимание за счет своего цвета и качества ткани. Показываю вам его в примерке. Оно милое, простое, такой летний, прекрасный вариант. И это платьице я также забрала. Понравилось еще вот такое платье. 100% очень плотного, бархатистого на ощупь шелка. Никаких бирок на нем не было. Шелк прекрасного качества. Я такой бархатистый шелк находила уже не один раз. Насколько коряво оно пошито. Если получится, сейчас покажу вам внутри. В общем, швы кривые, нитки торчат. Обметывать начали. Пусть даже такая старомодная обметка. Но бросили наполовину. Не доделали. Но, в общем, очень странный пошив. Испортили такую хорошую ткань. Но решила все-таки его примерить. Посмотреть, может, он и сядет хорошо. Примерять это платьице я буду с кардиганом от бренда Ted Baker. В его составе 49% хлопка, 44% шелка. И немножечко добавлен полиамид. Платье и этот кардиган практически идеально совпали по оттенку. Во всяком случае, они в одной гамме. Такой желтовато-лимонный. Показываю вам это платье в примерке. Ну, платье как платье. Я же говорю, если бы его шили качественно, я бы такое, возможно, для себя забрала. Потому что мне очень нравятся солнечные, жизнерадостные желтые оттенки. А сейчас показываю вам с кардиганом. Кардиганчик был в хорошем состоянии. Но все-таки мне такой не нужен. Поэтому его оставила в магазине. И когда совсем уже переоделась, увидела, что забыла примерить. Вот такое шелковое, ну, наверное, это болеро 12-го размера от бренда Монсун. Оно все расшито такими пайетками разноцветными, золотистыми, серебристыми. Но меня скорее привлекло качество этого шелка, чем вот эта вот вышивка. Поэтому примерять его уже не стало. На стойке с шарфами понравился вот такой шелковый, довольно яркий акцентный шарф. Но, к сожалению, на нем уже были дырки. Поэтому не стала его брать. А сейчас мы приступим к самому интересному. К розыгрышу призов. Напоминаю, что в розыгрыше была вот такая шелковая юбка и шелковое платье. Итак, с помощью приложения Randomizer были выбраны два победителя. Обладательницей шелковой юбки становится Татьяна Уварова. А среди девочек, кто подписался на телеграм-канал мастерицы, которая изготавливает джинсовые сумки, была разыграна шелковое платье. И его обладателем становится Ирина Степановна. Девочки, прошу, напишите мне на Viber, а номер будет в инфобоксе. И я с удовольствием отправлю ваши призы по Беларуси европочтой за свой счет, а за границу наложенных платежов. А остальным желаю побед в следующих розыгрышах. Спасибо всем за просмотр и за лайки, и теплые слова, и всемирного неба над головой.